Пока мы у компьютеров, потому что будут нужны еще ваши руки. То есть сейчас мы его постараемся поднять, портал, и нужно будет снова все сделать. Учителя петрозаводских школ создают массовку. Специалисты мэрии попросили их отправить тестовые заявления в первые классы. По 20 учителей в каждой школе, всего 700 человек. Плюс родители, которые участвуют в тестовой записи. Цель – обвалить портал. Ее выполнили. Система зависла. Мы, в принципе, и хотели синициировать такую ситуацию. И сейчас очень… падение, да. То есть и сейчас нам надо понять, да. То есть можно ли данное падение предотвратить через неделю. Разработчики сайта, а в этом году аукцион выиграла компания Ростелеком, пообещали, что после падения запись на портале удастся восстановить через 15 минут. Но прошло уже 20-25 минут, полчаса, а портал по-прежнему висел. Поднять его у разработчиков сайта не получилось. Наталья Игнатик говорит, была надежда на чудо, но чудо не произошло. На сегодняшних мощностях это сделать практически невозможно. Любые услуги, которые предоставляются нашим старым порталам, да, вообще порталами услуг, они изначально не предназначены для одномоментного захода тысячи и больше заявителей. Нужно прекрасно понимать, что для этих целей нужна другая технология. А еще нужны деньги, чтобы приобрести мощный сервер. Пока же родители по-прежнему будут дежурить ночами, чтобы записать детей в школы повышенного уровня. Подать заявление с домашнего компьютера не получится. Скорее всего, нужен будет термос и теплая одежда. Запись состоится через неделю. Сотрудников администрации, пообещавших в прошлом году электронную запись во всех школах города, родителям остается понять и простить.